На этом видео двое мужчин выводят из гостиницы в российском Геленджике Салмана Типсуркаева. Чеченский активист, модератор оппозиционного телеграм-канала Адат пропал два года назад. Позже в сети появилось видео, в котором Салман сожалеет о том, что боролся с Кадыровым и садится на бутылку. После этого ни у кого не осталось сомнений, что Салмана пытают. А недавно юрист комитета против пыток сообщила, что Салмана больше нет в живых. Есть дело, в котором мы не спасли человека, его убили. Дело Салмана Типсуркаева, которому недавно было вынесено решение европейским судом. Мы знаем, что он погиб. Ибрагим Янгулбаев, сооснователь канала Адат, рассказывает, что в Чечне много молодых людей, недовольных произволом Кадырова. 19-летний Салман был одним из них. Он сам вышел на Адат и предложил сотрудничество. Я Салман уже данные не знал. Я на тот момент находился в России и ради их же безопасности вдруг меня поймают. Вдруг что-то со мной случится. Чтобы я сам не знал информацию никого, я даже сразу же говорил, мне про вас ничего не нужно, не говорите. Вот работайте, боритесь, вот боритесь анонимно все. Кадыровцы особенно возненавидели Типсуркаева, когда в сети появилось прочитанное им стихотворение про мать Адама Делимханова «Правые руки Кадырова». Причем Ибрагим утверждает, этот стих Типсуркаеву переслал некий Крот, провокатор, который рассказывал Салману о своих оппозиционных взглядах, но на самом деле работает на Делимханова. Сочинил стих про мать Адама Делимханова, чтобы втереться в доверие. И этот стих потом прочитал Салман Типсуркаев. Сейчас видео со стихотворением удалено из Ютьюба. В этом стихе было про то, что мать Адама гуляла со своим шофером. Это в Чечне всем известно, известный факт. Например, когда я был даже в Соборе Ахмате в подвале в 2015 году, сотрудники между собой это обсуждали, смеялись над этим. Салман был молод и увлечен оппозиционной борьбой. Этим и воспользовался провокатор, чтобы организовать его похищение. Он ночами с ним переписывался, общался. Они хотели какой-то свой отдельный канал создать, отдельный какой-то проект делал. То есть на уши сел, втерся в доверие. Какие-то денежные переводы между ними были. Этот крот отсылал ему где-то 500 долларов или 500 евро. Сейчас, глядя на улыбчивое лицо этого молодого чеченца, страшно представить, через какие пытки и мучения он прошел. Салмана связали, вставили в рот гранату и на расстоянии подорвали его. В убийстве участвовал Адам Делимханов, а также его брат Шерип. Что касается Адама Делимханова, когда-то он был личным шофером чеченского полевого командира Салмана Радуева. С началом Второй Чеченской войны он перешел на сторону Москвы, стал депутатом Госдумы от Чечни и заработал статус палача Кадырова. Его неоднократно обвиняли в убийствах оппозиционных Кадырово-политиков, в частности, организации убийства Бориса Немцова. С 2009 по 2012 год он находился в международном розыске. Сейчас Делимханов один из самых богатых людей в Чечне. Однако очевидно, что как только режим Путина падет, Делимханову придется ответить за все преступления против собственного народа. В том числе и за убийство молодого чеченского парня, который просто хотел, чтобы его народ жил свободно. Иллюстрация будет, те преступники, которые в течение этих 20 лет, более 20 лет, издевались, похищали, пытали, убивали людей, они должны нести свое заслуженное наказание. Продолжение следует...